Мур, привет друг, это Зверько. Во-первых, мы пересекли 1000 подписчиков на канале Голос Зверько. А победил у нас Егор Ноуменко. Свяжись со мной в ВК через мою группу, чтобы согласовать приз и добавь друзья в игре. На аватарке красный код. Но, друзья, не расходимся. Теперь совместный конкурс с каналом Филмом. На этот раз будет 7 победителей и каждому приз. Скин за 300 алмазов. Итак, чтобы принять участие, нужно быть подписанным на канал Голос Зверько, быть подписанным на канал Филмом. Учти, это все будет проверяться. Поэтому держи подписки открытыми. Оставь под этим видео комментарий со смысленным текстом и игровым ID. Ну и сделай репост этого видео в любой социальной платформе типа ВК. Срок у вас будет неделя. То есть от 21 апреля и до 28 апреля включительно. Ссылки на каналы в описании и комментарии. Удачи, друзья! А теперь переходим к гайду на нового стрелка. Хотя это нечто среднее между бойцом и стрелком. Пополекупа, дикий ребенок и дикий волк. Изначально разработчики сделали эту парочку довольно скучной и слабой. Но потом они позволили перенести на волка пассивки предметов. И Пополекупа заиграл. Итак, навыки. Пассивка состоит из нескольких частей. Когда кого-то атакует пополь или кто-то нападает на пополя, Пупа, волк, бросается в атаку, перенимая на себя внимание врага. Что важно, но об этом в тактике. Так вот, каждый укус волка дает пополю метку. Когда накопится 4 метки, вылетает атака в 200% силой на данный момент. Но разрабы любят менять это значение. Главное. Пупа получает атрибуты от купленных предметов. А также вне боя через 5 секунд начинает исцеляться по 10% в секунду. Если же волк умрет, первые два навыка у пополя заменяются на воскрешение. Перезарядка воскрешения купы 45 секунд. Однако не стоит все время волка отдавать врагу на растерзание. Они из него получают голду. И немалую. И еще расстояние атаки купы гораздо дальше выстрела. И этим можно будет пользоваться. Слава богам, купу научили прятаться в кустах. И он теперь реже без дела вылазит из них. Механику объясню в тактике. Первый навык я бы назвал фас. Купа быстро бросается к обозначенному врагу, а пополь кидает усиленное копье. После чего купа преследует цель и наносит несколько быстрых укусов. Также ты будешь видеть область атаки купы. Синий круг дальше твоего выстрела. Если купа усилен ультой, то он наносит не только сильнее урон, но и на короткое время станет противника. Второй навык. Можно сказать ко мне. Купа быстро прыгает к другу, нанося урон вокруг и навешивает щит на пополя. Тут же атакует ближайших нападающих, замедляя их ненамного. Если купа под ультой, то на полсекунды подбрасывает ближайших врагов и наносит увеличенный урон. Щит, кстати, размером не меняется. А жаль. Третий навык. Это капканы. Который почему-то не наносит урона и не оттяпывают ноги. Однако, заряды копятся и мы можем разместить на карте одновременно три капкана. Если противник попадает в капкан, он получает обездвиживание и круг замедления вокруг капкана аж на 4 секунды. Но при нынешней прыгучей мете это ничего особого не даст. Кроме того, капканы срабатывают на крипах, что усложняет применение. По механике, капканы похожи на ловушки селены. Однако, если селена может ставить их внутрь камней, то ловушку выкидывает наружу. Но все же мы можем к ним телепортироваться прибытием. Ждем новые победы с так называемой тактикой бэкдор. Надеюсь я ее правильно назвал. Ульта, ярость. Тут все просто. Попа и купа получают на 12 секунд усиление. Как скорость атаки, скорость бега. А главное, купа восстанавливает все хп. Получает бонус к здоровью и атаке. И плюс плюшки в навыке, который я описал выше. В связи с тем, что теперь волк получает бонусы предметов, герой стал довольно разноплановый. Однако его минус на каждый навык стоит длительная анимация, что мешает и порой фатально. Выбор эмблем и навыка зависит от того, как ты привык играть. Я советую эмблемы стрелка со вторым или третьим перком. Но если твой настрой игры на ранние киллы, то конечно эмблемы убийцы с первым перком. Дополнительный навык. Все, что захочешь. Прибытие, спринт, вспышка, огненный выстрел. Правда, его уже понерфили. Также куча вариантов и со сборкой. Для удобства в начале каждой сборки потихоньку собираем очите хищника. Благодаря тому, что свойства предметов распространяются и на купу, каждый предмет усиливается вдвойне. Поэтому вполне логично собирать сборку от сетапа противника. Я дам тебе три разных варианта, чтобы ты понимал, в какую сторону думать в случае чего. Первый. Обувь демона для запаса маны. Она довольно быстро кончается. Меч охотника на демонов и золотой посох. Работают и на пупе, и на купе. Штормовой пояс. После натравливания навыком в один из ударов сработает пояс купы в области замедлив фрагов и нанося чистый урон, ну пусть и немного. А когда выстрелит пополь, то и его пояс сработает с его автоатаки. Пояс даст нам замедление, чуть живучести и перезарядки навыков. Для этого же собираем бесконечную битву и, как вишенка на торте, клинок отчаяния. Такая сборка хорошо себя зарекомендовала против толстых команд. Где, например, два танка и с ними надо решать. Однако, если они уйдут в полную физзащиту, вместо отчаяния берешь злобный рык. Второй вариант против агрессивно настроенного противника. Сапоги спешки, говорящий с ветром, багровый призрак, бесконечная битва, она тоже срабатывает дважды, ярость берсерка и клинок отчаяния. Это сборка для того, чтобы быстро бегать и сильно бить лицо. Но что делать, если у врагов и танк один, и они осторожны, потому что у них много тонких героев. Для этого нужно замедлить их перемещение. Тогда так. Сапоги спешки, коса коррозии, говорящий с ветром, багровый призрак, если все же кто-то жирует, меч охотника на демонов и ярость берсерка. Если мы взяли эмблемы стрелка с замедлением, то от нас очень сложно оторваться бегом. Как всегда, меняй сборки, если чувствуешь, что чего-то не хватает. Теперь тактика. Начнем с фарма. Фармиться с Купой одно удовольствие. Он берет на себя агромонстра, а спустя пару секунд исцеляется. Поэтому очень легко фармить лес, даже чужой. Только ловушку предварительно поставь на случай угрозы. Учти, если Купа умер, а ты получаешь урон. Это будет сбивать воскрешение Купы. Придется отступать. Вообще, Купа, как пес, носится вокруг пополя. Но если встать в кусты, он замрет на том же месте, где и пополь. Если двигаться маленькими шажками, Купа не будет высовываться из кустов. Но если ты будешь бежать по кустам, то волк выбежит в видимую зону. К слову, отступая, учитывай скорость двух анимаций. Как пополь останавливается, чтобы поставить капкан, и как капкан взводится. Подобно малине, он начинает работать не сразу. Первый навык работает дальше, чем выстрел с руки. И так можно добивать убегающих фрагов. Либо сносить башню. Щит бессмертия работает так. Если Купа жив, то пополь воскрешается и нет проблем. Если же волк мертв, то воскрешается только пополь, который ручками должен воскресить Купу. Если ты смотришь меня давно, то знаешь, я не люблю этот предмет и считаю его на пополе бесполезным. Третьим навыком не забывай проверять кусты. Поставленная, не сработавшая ловушка засветит врага. А если она сработает моментально, то ты попал во вражину капканом. Напомню, что любой из команды может телепортироваться прибытием к ловушке. В случае, если за тобой гонится, очень опасно ставить ловушку на бегу, потому что пополь останавливается для постановки ловушки, а ловушка активируется еще почти секунду. Перезарядка ульты очень быстрая, а ульта довольно эффективная. Считай, полностью исцеляет Купу. Однако, первый навык сохраняет свою перезарядку. Поэтому, если надо кого-то застанить, то сначала ульта, потом первый навык на жертву. Против ближников можно обузить контроль. Собираешься в предметы, дающие перезарядку. И если враг подбегает, жмешь ульту и попеременно то первый, то второй навыки. Так Купа будет то станеть, то подкидывать врага. Извращение, правда, но может пригодиться в дальнейших командных играх. Итак, экспериментируй со сборками. Общее направление я тебе дал. И помни, нельзя никого травить в реальной жизни собакой. Не будь гуфом. Удачи, друг! Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok